Всем привет! Спасибо большое, что находитесь на страницах моего канала. И судя по моей повязочке на голове и отсутствии яркого макияжа, мы сегодня будем заниматься изготовлением домашних масок на лица. В связи с тем, что на улице жуткие морозы, и кожа у всех пересыхает и шелушится, мы будем сегодня ей помогать. Для основы своих масок я решила выбрать масло, которое как никакое отлично увлажняет и питает кожу. Оно одно из самых доступных и универсальных базовых масок. И сегодня будем делать маски на основе кокосового масла. Я решила приготовить три самых простых масочки. Первая это очищающая маска скраб. Вторая это простенькая маска для тонкой кожи, а именно кожи губ и зоны под глазами. И третья маска самопитательная увлажняющая, которую будем носить на всю кожу лица. Как по мне, скрабы на кофейной гуще самые эффективные. Конечно, здесь тоже не нужно слишком переусердствовать, потому что абразив, вот эти вот частички кофе, они довольно остренькие. И такие более жесткие, поэтому движения максимально легкие. Мы как будто перекатываем эти частички по коже. Но старайтесь не тереть, не прикладывать ни в коем случае силу. Потому что, в общем-то, просто вот таких вот массажных легких движений будет достаточно. Я уже нанесла скраб и хорошенечко промассировала пальчиками кожу. То есть улучшила кровообращение. Избавилась от аминотвершей кожи. Как видите, кожа немножко покраснела. Это из-за того, что усилилось кровообращение в тканях, что очень полезно. Помогает насыщать кожу полезными элементами, витаминами. А также стимулирует подачу воздуха кожи и насыщению ее кислородом, соответственно. Все, я дальше иду смывать и мы приступаем к увлажнению. Как видно по пятнам на моей кофточке, я уже умылась. И приступаем к следующему этапу увлажнения тонкой и деликатной кожи. Для этого мы будем готовить особенную маску. Как видите, она у меня вот так вот немножко подсохла и превратилась в такую вот интересную мазеобразную консистенцию. Я буду набирать ее подушечками пальцев, как будто разогревая. И наносить похлопающими движениями на зону под глазами. Единственное, что масляные маски, особенно на кокосовом масле, нежелательно делать непосредственно перед сном. Потому что не исключено, что завтра вы проснетесь с отечностью. Поэтому за 2-3 часа до сна желательно. Наносим легкими движениями, как будто вбивающими. Ни в коем случае не растягиваем эту кожу, она очень деликатная и тонкая. В принципе, вот почему синяки, потому что она такая тонкая, что прям просвечивается. Остатки маски, конечно же, мы наносим на губы. Потому что здесь кожа не менее деликатная и тонкая. Губы постоянно трескаются, пересыхают, особенно на морозе. Кстати, выглядит как будто объемный блеск. Маску под глазами можно не убирать. То есть, или ждать до полного впитывания, или остатки просто промокнуть очень аккуратненько салфеткой. То же самое касается и губ. Ну что же, переходим к заключительной, самой увлажняющей, супер питательной маске. И вот как ее сделать. Последнюю маску можно наносить или пальцами, или кистью. В общем-то, мне больше нравится пальцами, потому что дополнительно она еще раз прогревается. А кокосовое масло лучше наносить в теплом виде. Очень приятно разносится по коже и очень просто вкусно пахнет. После скраба кожа очень мягкая, бархатистая такая. Оставляем эту маску на коже лица и через 10-15 минут смываем теплой, проточной водой. На этом все. Надеюсь, видео было вам полезным. Если это так, пожалуйста, поставьте пальчик вверх, внизу под видео. Мне будет очень-очень приятно. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Пишите в комментариях, что бы вы хотели увидеть в следующих видео. А я вас всех целую. И пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok